Посмотри, как выросла эта монетка. Если ты сможешь определить ключевые тренды и драйверы, которые стоят за её взрывом, то ты сможешь найти монеты, которые сделают то же самое в обозримом будущем. В этом видео я расскажу о ключевом нарративе, который подстёгивает рост таких монеток, как делизиум, а также расскажу о простом способе находить монеты, способные дать 50 иксов. Это очень важное видео, потому что оно поможет тебе находить выигрышные монеты снова и снова. Так что сделай одолжение, нажми кнопку лайка и подписки. Здесь на этом канале регулярно выходит контент про криптовалюту, экономику и финансы. Он рванул на 400% чуть более чем за 10 дней. Абсолютно сумасшедший рывок. Почему он происходит? Есть несколько причин из разных категорий. Давай разберём их шаг за шагом. Прежде всего график. Он выглядел очень хорошо, находясь в позиции выхода из брейкаут трейда. Почему перед покупкой ты должен обращать на это своё внимание? Как ни странно, многие покупают вот здесь. Но дело в том, что всё гораздо мрачнее, чем тебе кажется. Люди, которые готовят подобные движения, на самом деле покупали вот здесь. А затем уже скоординированная атака маркетмейкеров вызывает большой социальный подъём, что и приводит к такой большой накачке цены. Фактически самый взрывной рост финансируется обычными трейдерами, такими как мы, которые покупают вот здесь, видя рост цены. Таким образом, большие деньги начинают получать прибыль, в то время как мелкие деньги её финансируют. И каждый раз происходит одно и то же. Поэтому важно, чтобы график находился в хорошем положении, потому что очевидно, что мы не в курсе всех событий. Поэтому нам не нужно пытаться понимать, что будут делать инсайдеры. И очевидно, что они не будут накачивать монеты, которые уже дали 20 иксов. Они будут накачивать монеты, которые показывали долгосрочный нисходящий тренд, а затем пробитие его. После этого нам нужно понять, что делает эта монета и какой тренд за ней стоит. Зайдём на сайт Делизиума и увидим, что это фреймворк с открытым миром на основе искусственного интеллекта. Так, что тут ещё? Стоп! Нет, я не говорю тебе покупать Делизиум. Ты ведь не хочешь стать ликвидностью для выхода крупных денег. Или больших инфлюенсеров с миллионами просмотров. Вот, например, монета уже дала 20 иксов, но крупные деньги говорят тебе, это лёгкие 5 иксов от этих цен, покупай и держи. Поэтому я не призываю покупать Делизиум. Я хочу понять тренд, который он из себя представляет. Потому что только так мы сможем найти следующий Делизиум. Итак, это открытый мир, который работает на искусственном интеллекте, позволяющий тебе создавать своего ИИ-близнеца, например. И всё это поддерживается первой веб 3.0 операционной системой, работающей на искусственном интеллекте. В ней очень много различных агентов искусственного интеллекта. Ключевое слово – искусственный интеллект и его агенты. Эта тема действительно сейчас очень актуальна. И, к сожалению, я недостаточно умён, чтобы разбираться в её сложных дебрях. Но давай будем расти и развиваться вместе с тобой. Вот эта маленькая диаграмма, которая говорит мне о многом. Это краткое руководство того, куда мы движемся. Мы идём от существующего ПО к большим языковым моделям, а затем уже к агентам искусственного интеллекта. Шаг существующего программного обеспечения мы уже сделали. Сейчас мы стоим на втором этапе – больших языковых моделей. Если ты уже сталкивался с тем, что в интернете называют ChatGPT или, например, CloudAI, ты знаешь, что такое большая языковая модель. В конечном итоге это система, которой скармливают огромный объём информации. Затем её учат манипулировать этой информацией и использовать её для создания ответов. Но при этом других действий с этой информацией она предпринимать не может. Агент искусственного интеллекта – это немного другая вещь. Представь, что я пытаюсь продать солнечные батареи. И что я могу сделать? Я мог бы зайти в Google и найти всех людей, которые ранее писали запрос «купить солнечные батареи». Затем я мог бы позвонить каждому из них или написать им в мессенджере. И попытаться продать им свои солнечные батареи, потому что мои дешевле и лучше, чем те, что они искали в интернете. Или, допустим, ты ветеринар и хочешь найти клиентов. Или ты репетитор и тебе нужны студенты. На самом деле это стандартная практика для людей, которые работают в интернете. Заниматься маркетингом и подобными вещами. Эта практика включает в себя сбор большого количества данных, дальнейшее размещение этих данных в базы, а затем использование этих данных для рассылки электронных писем или звонков. Если ты когда-нибудь занимался этим раньше, то ты знаешь, что это невероятно муторно и люди совершенно не хотят тратить на это время. Однако с помощью агентов ИИ ты можешь сэкономить кучу нервов и времени. Просто скажи ему, я хочу, чтобы ты нашел мне всех людей, которые хотят купить солнечные батареи и помести их в одну большую электронную таблицу. Все, сделано. Я хочу, чтобы ты нашел всех, кому нужны услуги по уходу за собаками, но отсортируй их по кредитному лимиту на карте, а затем отправим всем письмо из моей ветеринарной аптеки с особым клиентским предложением. И он это тоже сделает. Агент искусственного интеллекта это все равно, что иметь в офисе личного помощника, который сделает все, что угодно, и это не займет у него кучу времени. Думаю, теперь ты точно осознаешь, что это наше будущее. Это что-то очень передовое. Это следующий уровень ИИ. Почему? Да потому что это требует от агентов искусственного интеллекта думать как человек. Это важно, потому что ИИ-агенты это то, что сейчас начинает разгоняться. И как я понял, что этот нарратив начинает разогреваться. Я это понял, потому что делизиум вырос в 5 раз за считанные дни. Кроме этого, нужно понимать, что в индустрии существует цепная реакция. За одним нарративом следует другой. У нас есть экосистемы эфириума, соланы, аваланча. В прошлом октябре мы видели огромное количество монет на солане, которые взрывались. Например, дексы от соланы, оркосвап. Мы говорили о том, что вслед за экосистемой соланы настанет очередь экосистемы аваланча. И мы увидели, как дексы уже на аваланче, такие как Панголин, Трейдер Джоу и другие, начали расти. В общем, мы просто взяли на вооружение нарратив, который заключался в том, что дексы на солане уже выросли, и просто купили дексы, построенные на аваланче. Так что же сейчас растет? Сектор ИИ агентов. Например, монета делизиум. Но какой блокчейн? Солана? Аваланч? Как человек, который топил за солану даже тогда, когда она стоила ниже 10 долларов, могу сказать точно. На данный момент я не вижу сильного развития экосистемы соланы. Да, она стабильно развивается. Но с момента запуска спотового биткоин-этьефа мое внимание привлек эфириум. И вот, наконец, он начинает двигаться. Почему это происходит? Потому что сейчас мы видим, как объемы розничной торговли начинают свой разворот. Впервые с тех пор, как обрушились в 21-м. Это означает, что розничные инвесторы начинают возвращаться в это пространство. Эфириум также, как мы уже говорили, выглядел так, как будто догонял биткоин. Именно поэтому он сейчас растет. Но также и в преддверии спотового эфириум-этьефа, который нас ожидает в будущем, и множество апдейтов, которые ожидает саму сеть эфириума. Статистика Коинбейса показывает, что розничные инвесторы начинают возвращаться в рынок. Коинбейс в качестве данного индикатора идеален, так как эту биржу проще всего использовать, и она является шлюзом в мир криптовалюты для многих людей. Здесь ты можешь увидеть, как хорошо выглядит квартальный объем розничных торгов на Коинбейс. После вот этого падения мы видим значительный рост, и это как будто бы разворот. Опять же, это говорит о возвращении розницы. Куда же она возвращается? По большей части в биткоин. Далее эфириум. Многие держат немного стейблкоинов, солану и так далее. Но есть несколько новых криптовалют, которые я не ожидал здесь увидеть. Например, Селестия, Бонг, Стэкс, Сей и даже ICP. Мы бы точно не увидели такой набор на последнем бычьем рынке. Тогда в моде были Кардана, XRP, даже Лайткоин. Я уже показывал тебе этот путь к альткоин-сезону, но думаю, что с каждым был раном это немного меняется. Причина заключается в том, что все пространство становится более осведомленным. В прошлый раз совсем небольшая часть людей знала, что вообще происходит в криптовалюте и что это такое. Но на этот раз аудитория, понимающая, что она вообще покупает, гораздо шире и больше. Это означает, что по сравнению с прошлым был раном, люди на этот раз рассматривают эфириум чуть реже, и больше ищут другие монеты, в основном с большой рыночной капитализацией. Солана, Валанч и так далее. Впрочем, масштабы этого пока не столь значительные. Для того, чтобы заметить влияние изменений на поведение рынка, наверное, нужен хотя бы еще один цикл. В любом случае, теперь, когда ритейл снова входит в пространство, этот путь к альткоин-сезону все же будет постепенно разворачиваться, и эфириум станет главным его драйвером. Если взять эфириум по отношению к биткоину, мы можем заметить, что эфир готовится прорывать основную линию сопротивления. И что же это значит для нас? Это значит, что если эфир в конечном счете прорвет это сопротивление, мы можем увидеть, как он значительно превосходит биткоин в процентном росте. И, конечно же, после этого начнется альткоин-сезон. Эфириум уже превысил 3000 долларов, а значит, его экосистема начинает просыпаться. А теперь возвращаемся к определенной нами просыпающейся отрасли криптовалюты под названием агенты искусственного интеллекта. И к этому знанию добавляем то, что экосистема эфириума, как мы поняли, просыпается. Давай обратимся к Google Trends, чтобы подтвердить наши догадки. Это популярность запроса ИИ-агентов. Хорошо, внезапно мы видим разворот. DPIN, децентрализованные сети физической инфраструктуры, в том числе и для искусственного интеллекта, тоже растут. Итак, мы на примере монетки Делизиума определили отрасль, в которой скоро люди начнут испытывать ФОМА, которая и приводит вот к таким взлетам цен. Что же мы можем сделать дальше? Разумеется, пойти и найти несколько криптовалютных монет из сектора ИИ-агентов, которые еще не взлетели, а особенно сфокусировать свое внимание на монетах из экосистемы эфира. Все, вперед! Делай свое расследование. Подписывайся на канал, ставь лайк, увидимся в новых видео. Ладно, ладно, шучу. Давай сделаем это. Давай хотя бы один пример тебе покажу. Зайдем на Nansen AI. Проанализируем здесь две монеты. Делизиум и Сингулярити.нет, которые уже неплохо себя показали. Обе монеты, конечно же, из сектора ИИ на эфириуме. Затем найдем их инвесторов. Например, вот этот, у которого более 13 миллионов долларов. Он активно торгует монетами из сектора ИИ. Далее пролистаем этот список до тех пор, пока не найдем монету, которая удовлетворяет нашим запросам. Вписываясь как в экосистему конкретного блокчейна, в нашем случае эфириума, так и в конкретную отрасль криптовалют, в нашем случае агенты искусственного интеллекта. Среди таких мы можем найти монету Автонолос. Мы видим множество покупок и трейдов вокруг этой монеты. Если мы перейдем во вкладку «Токен Оверлап», то здесь мы увидим, что люди, которые уже держат Делизиум и Сингуларити.нет, также накапливают Автонолос. Затем мы зайдем на сайт lunarcrash.com и поищем там Автонолос. И внезапно за последние несколько дней, как мы видим, эта монета получила довольно много просмотров в Твиттере. Однако это еще не выглядит как хайп. Значит, перспектива есть. Итак, теперь я определил, что Автонолос представляет интерес для инвесторов. Давай посмотрим на его график. Он выглядит без особых пиков, как будто бы всю свою историю монета просто находится в этом коридоре накопления. Очень здорово было бы подбирать ее у нижней границы этого коридора, куда она часто ходит. Однако, если она закрепится выше верхней границы, то это тоже будет хорошим сигналом для входа. Почему эта монета находится в коридоре накопления до сих пор? Потому что для нее пока что не было особого катализатора. Многие из этих криптомонет, как ты мог заметить, постоянно обсуждаются. О, Ripple XRP сделает вот это. Cardano сделает то. Но пока не наступит подходящее время, из взрывного роста ты не дождешься. Как понять, что уже подходящее время? Делизиум просто взорвался. Вырос в 5 раз за 10 дней. И эта монета принадлежит отрасли и и агентов. Автонолос тоже из этой отрасли. Но еще не взорвался. И его рыночная капитализация составляет 295 миллионов долларов. Что тоже нам подходит. И, кстати, это не финансовый совет. Я не призываю тебя покупать Автонолос. Это просто пример. Итак, что ты должен сейчас сделать? Ты должен найти нарратив, который набирает популярность. Тему. Отрасль. Затем ты должен найти экосистему, в которой эта отрасль набирает популярность. После чего ищи монеты из этой отрасли и этой экосистемы, которые уже взрываются. Затем ищем те монеты, которые делают все то же самое в той же экосистеме, в той же отрасли, которые еще не выросли и которые еще не раздули свои рыночные капитализации, чья капитализация около 200 миллионов долларов. И не забываем всегда фиксировать прибыли. Например, каждая X2 продавать 50%, как это делаю я. Зачем это делать? Чтобы заработать. Потому что если ты не будешь этого делать, ты закончишь тем, что у тебя будет множество монет, которые обвалятся на 95-99% и уже никогда не отрастут. Более 95% альткоинов не выживут на длинной дистанции. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. И мы с тобой увидимся совсем скоро в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok